Вот здесь сделали ремонт. Вот здесь начали сверху. Вот эту стену не заштукатурили, потому что она мокрая. Дальше идёмте. Вот эту стену тоже сделали. Не сделали, она мокрая, сказал, когда дошёл. Я ему говорю, а что ж теперь делать? Он сказал мне, ничего мы делать не будем, вот так всё у вас и оставим, и бросим. Штукатурить стены в подъезде бесполезно, считают местные жители. Через неделю они возвращаются в прежнее состояние. Покрытие осыпается, и сквозь него сочится влага. За несколько лет стены напитались водой, текущей сквозь проржавевшие канализационные трубы. Здесь я сделала пластиком всё это. Этого ничего не было. Где-то года два назад началось отсюда лёд. Теперь как наверху, на втором, на третьем этаже или на четвёртом, кто-то, например, умывается утром, или кто-то включает воду. Здесь идёт вода. Вода так льёт сильно. Вот всё вот это вот. Она долилась до такой степени, что вот эти стены тоже стали мокрыми. Всё теперь, я не знаю. Говорят, делайте за свои деньги. Менять прогнивший канализационный стояк никто не торопится, говорят жильцы. В управляющую компанию активисты дома ходят почти как на работу. Приезжают слесари, но отремонтировать трубы не могут. Их нужно только менять. Люди остались с этой проблемой один на один. В ответ на многочисленные жалобы управляющая компания решила только оштукатурить стены в подъезде. Но назвать ремонтом то, что получили люди, сложно. Строители нам попались очень добросовестные. Вот вы знаете, они работали и переживали. Вот мы сейчас вот это делаем. Ну как же так? Трубы-то не отремонтировали. Трубы-то текут. Это же всё будет течь. Всё. Ну правильно. Так оно и получилось. Через неделю после того, как они отштукатурили по свежей шпаклёвке, отвалился огромный пласт, просто огромный пласт, обнажив бетонную кладку. Стены сочатся влагой на третьем и втором этажах. Но больше всего повреждены на первом. И так в двух подъездах. На лестничных клетках даже происходят пожары из-за замыкания электропроводки. К третьему подъезду строители так и не приступили. Да иначе-то ремонт не закончили. Как рассказали жильцы, через две недели рабочие уехали на другой объект, оставив под окнами строительный мусор. Строители ушли. У нас мешки, у нас трубы текут. Собственно говоря, деньги потрачены зря. Вот зря потрачены деньги. Как это? Я говорю, кто у вас отвечает? Инженеры. Хорошо. А к инженерам как я могу попасть? Даёт мне номер. И говорит, вот я вам даю номер, но по этому номеру вы их не застанете. Ну, не застанете. А как мне их застать? Они на работе почти не бывают очень заняты. Не решают в управляющей компании и другие проблемы жильцов, жалуются люди. Например, после ремонта крыша течь не перестала. Ходила я и в ЖЭК. Всем и мастерам, всем говорила. Они меня уже, как увидят, они даже разбегаются бы везде. Вообще не хотят ничего делать. Насчёт крыши им, ещё когда они делали, вот сделали они вот эти вот столбы, они текут, весь дом текёт, весь. Они говорят, это балконы. Там балконы. Не текут, а текут в комнате даже. В управляющей компании УК Гагаринского района-1 нам сообщили, что строители не покидали дом. И ремонт подъездов продолжается. А на момент работы нашей съёмочной группы бригаду якобы срочно вызвали по другому адресу, чтобы закрасить надписи о рекламе наркотиков. Ремонт подъездов в доме номер 8 по улице Маршала Крылова обещают возобновить 19 июля. Маргарита Борисенко, Денис Александрович, Севинформбюро.